С погодой повезло. Лётная. Пилоты завершают последнее приготовление и готовы подняться в небо. Вывод техники из-под удара противника. Начальный этап учений. Потому первым делом истребители покидают аэродром центральной угловая, чтобы занять запасную позицию. При нанесении удара первонаперво будет накрываться аэродром и необходимо вывести технику с аэродрома, потому что потом это будет невозможно. Перевозирование будет на другой аэродром выполняться, а потом будет выполнение боевых задач, согласно легенды учений, с другого аэродрома базирования. В учениях задействовали около 10 единиц боевой лётной техники. В их числе и два новых истребителя. В распоряжении авиации Восточного военного округа они находятся чуть больше года. Но пилоты уже успели оценить все их преимущества. Индикация лучше. Две системы вооружения. Управление по поверхности и по воздуху. И намного приятнее работать с ним. То есть самолёт боевой. Упрощён тем, что тут идёт первая кабина налётчика, а второго налётчика-оператора. То есть идёт экипаж. И взаимодействие между ними должно быть всегда отлаженное, отработанное. Это первые в этом году лётно-тактические учения. Рассчитаны на три дня. За это время пилоты отработают отражение воздушных атак, нанесут удары по наземным целям и только после вернутся на родной аэродром Центральная угловая. Программа учений сложная. Но все пилоты, утверждают командующие, прошли серьёзную подготовку и к такой нагрузке готовы. Были проведены очень интенсивные полёты. Все лётчики были подготовлены к достаточно посложным видам. После таких, скажем так, затяжных, застойных времен, конца 90-х, начала 2000-х, такие полёты, которые сейчас летают наши лейтенанты, мне кажется, даже не летали в Советском Союзе. И это только начало. После лётно-тактических учений подразделения проведут и полковые. Благодаря таким тренировкам, уверены в авиационной эскадрилье, лётчики будут готовы и к выполнению реальных действий. Дарья Орлова, Панорама.